Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Сегодня у нас немецкий живописец Ханс фон Ахен. Немецкий живописец и рисовальщик родился в Кёльне в 1552 году. Обучался живописи в Кёльне в мастерской малоизвестного в настоящее время фламандского художника Георга Эрих. В 1574 году Ханс фон Ахен совершил поиску в Италию, где продолжил обучение изобразителям искусств. Был во Флоренции, в Риме и, вероятно, также и в Венеции. Я пользуюсь переводной википедии, данных не очень много. Большое влияние на дальнейшее творчество Ахена и формирование его манеристического стиля оказали произведения Тинторетта и Караваджа. Ахен Ханс как живописец активно работал в Нидерландах. В 1588 году Ханс фон Ахен возвратился в Германию, приобрел признание как художник и мастер тонкого психологического портрета в аристократических семействах в Кёльне, Герцогском дворе в Мюнхене и знатном семье Фуггер в Ауглберге. В 1592 году Ханс фон Ахен написал официальный портрет императора Рудольфа II, после чего был приглашен на должность художника придворного двора императора в Праге. Кроме служения императору на поприще изобразительного искусства, Ханс фон Ахен работал на семью Габсбургов в качестве дипломата и оценщика произведения искусства. Много путешествовал по странам Европы с дипломатической миссией, а также с целью приобретения картин для великолепной художественной коллекции Рудольфа II. В 1596 году сочетался с браком с дочерью знаменитого композитора Орландо Дилассо. В 1601 окончательно переселился в Прагу, оставался там до конца своих дней. После смерти Рудольфа Ханс фон Ахен некоторое время работал придворным живописцем императора Матиаса. Картины фон Ахена, изображающие изящные издлиненные фигуры, являются образцами сложного искусства маньеризма, бывшим тогда ведущим стилем искусстве Северной Европы. Писал картины мифологической, аллегорической и религиозной тематики, а также портрет. Лучшим произведением художника считает картину «Торжество истинное справедливостье». В 1598 году он писал. Находится в Пинокотеке Мюнхене. Она выполнена в сложной технике живописи на меди. Одна из известных картин – картина Бахус Церерей Купидон. Находится в Музее истории в Вене. 1610 год. И в заключении надо сказать, что стиль живописца объединил идеализацию, свойственную римской и флавентийской школам, периоду позднего возрождения и маньеризма с блестящим венецианским колоритом и голландским реализмом. Он был особенно искусен в изображении игриво-эротической, вноженной фигуры. Живописец Ханс фон Ахен по праву считается одним из самых выдающихся немецких художников своего времени. Ахен сыграл важную роль в развитии немецкого маньеризма конца 16 века. Я пользуюсь статьей с сайта artdriving.ru. Сегодня мы немножко узнали о Хансе фон Ахене, немецком живописце и рисовальщике. Все. Всем пока. Всем привет. Смотрим работы. До свидания.